Продолжение следует... Дюжа разнообразная, дюжа. Во-первых, здесь везде красиво. И просто в любую деревню приезжаешь, разинешь рот, и уже ходишь, ходишь, и не можешь рот закрыть. Это для меня вообще, я очень многому научился здесь. Тут же все мои любимцы. Жак Ликок, Нуида Финес, Марсель Марсо. Я просто считаю себя его учеником. Потому что вообще я считаю, что лучшая культурная политика в мире – это политика культурная во Франции. И не только потому, что это государство так делает, а потому что люди так относятся к культуре. Вот у французов, не знаю, это у них вот внутри, это такое, а что новенького? А как, это самое, а во что он был одет? Каждая новинка в культуре сразу рассыпается везде всем. Я много спектаклей сюда привозил. Но вот появление «Снежного шоу» где-то в 2000-х годах, первый раз во Франции, была огромной-огромной проблемой. То есть я не знал, с какой стороны, потому что оно очень наивное вроде бы, и в то же время очень сложное. Для каждой страны ты находишь его особый поворот или особый язык. И вот я привез во Францию, день выступаю, чувствую, никак не получается, не цепляемся. Второй день, третий день, у меня уже ужас, мандраж. Что происходит? Это же будет провал. Французы не поймут мои спектакли. Изменяю, изменяю, и пока не наткнулся, вспомнил. Есть же у французов, есть шансоны, а у русских есть барды. На чем основано искусство барды? На метафористике, метафора. И нужно поменять. И я тогда убрал абсурдистику, которую я открывал ключик Англии. Убрал вообще, и стал только поэтической метафорой. И весь спектакль перестроил на поэтическую метафору. Ху! И сразу просто как волна из зала пришла, как будто я вот с родными говорю. То есть надо было найти эту ноту, которая оказалась... То есть ты говоришь о том же самом, но просто другим языком. Кстати, поэтому мы сделали резиденцию Академии Драковой во Франции, потому что во Франции есть искусство стола и искусство жизни. Одно искусство соусов, что... А дураки, первым делом поесть, потом, значит, с друзьям выпить, попить и так далее, и так далее. А французы как сядут за стол, так восемь часов могут сидеть за столом. И мы очень поэтому уважаем Францию. За 30 лет мы собрали 60 академиков. Два академика в год. Значит, это такая организация мирового размаха, где собираются только самые-самые удивительные дураки на свете. Самые фантастические, без царя в голове и так далее, и так далее. Те, кто особым способом относится к жизни. Это правда. Это культура, геродство на грани философии, этого самого реальности и искусства. Это что-то нереальное. Евреинов, философ, театральный режиссер. И он придумал театрализацию жизни. И мне так понравилась эта идея, соединить искусство и ежедневность во единое целое без границы. И тогда я решил, ну, надо обязательно это осуществить. Пошел искать это место, которое должно быть. И оно должно было иметь гору, воду и дерево. Поэтому по дзену. И, конечно, победила идея мельницы. Весь сад был поваленный после огромного какого-то урагана в 90-х какого-то года. Здесь красная речка. А я ее видел во сне в детстве. Я узнал эту речку и сказал, ну вот, это как раз то самое место. И начал здесь компать, строить и придумывать. Сначала думал, что только для семьи. Потом выяснил, что еще для друзей. А друзей привели своих друзей, а те привели соседи. И в конце концов пришлось открыть эти самые ворота на распашку. И мы теперь принимаем до тысячи человек в день, которые приходят праздновать эту жизнь вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин